Добрый день, друзья, с вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о том, какой же всё-таки будет танк 9 уровня в режиме линии фронта. Если вдруг вы не слышали, то там будет какой-то секретный танк 9 уровня, разработчики его скрывают. Но также уже известно, достоверно, что будут ещё премиум танки в подарок в режиме линии фронта. А именно это СТА-2, ВЗ-111 и МИЗ-1951. Но в этом видео я поговорю именно о том, какая же всё-таки будет девятка. Ну и также небольшая рекламка, ссылка на сайт водки.ру в описании. Что тут можно сделать на этом сайте? Ежедневно разыгрывается 5000 золота. Есть интересная программа рефералов, где ты можешь пригласить друга и выиграть голду. Есть возможность выиграть голду из кейса, падают премиум танки 8 уровня. Ссылка на сайт в описании вместе с промокодом. А вот, кстати, победитель в прошлом моём видео. Желаешь выиграть голду, не хватает на какие-то обычные вещи, типа премиум аккаунта? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и в комментарии указывай ссылку на профит ВКонтакте и выиграешь ценную голду. Итак, ребята, уже прошло довольно много времени с теста, но разработчики пока что не колются. Какой же всё-таки подарок будет в линии фронта в виде девяток? Вообще, ВГ любят делать сюрпризы и, естественно, вот это всё они делают ради ажиотажа, я думаю. Давно у них, в общем, понятно, внутри компании какой танк 9 уровня будет, но они нам не говорят, чтобы создать ажиотаж, чтобы немного хайпануть, скажем так. И у нас всё-таки есть интересные данные, какие же танки наиболее, вероятно, могут быть в числе девяток за вот этот вот режим. Линия фронта, если кто не помнит, это режим 30 на 30, где идёт сражение команд, в общем-то, на огромной карте, где идёт противостояние оборонящихся и атакующих. И также будут специальные награды, прокачка уровней, специальные возможности, там, перки в виде авиаударов, вдохновения и так далее. Итак, первый вариант, это у нас WZ-120GFT. Сейчас вы можете видеть на своих экранах, как эта ПТ-шка выглядит. Итак, WZ-120GFT. Это ПТ Китая, но очень небольшой, в общем-то, шанс того, что она появится как награда в линии фронта. Почему? Да потому что эта ПТ-САУ в основном делалась для китайского сервера. Ну, вы скажете, а в чём вообще проблема? Ну, права, в общем-то, находятся у китайского сервера на использование этой ПТ-САУ. Поэтому для того, чтобы перенести её на русский сервер, придётся делать какую-то специальную версию. Это может быть с припиской линии фронта, немножечко изменённую, может быть. Ну, в общем, всё-таки шанс есть, но я считаю, что это не лучшая награда, потому что китайский ПТ-САУ в целом не является какими-то эксклюзивными и умободораживающими. Далее у нас WZ-120GFT-254. Это ПТ-САУ СССР. Очень многие считают, что именно эта ПТ-САУ будет наградой. Но, в принципе, шанс этого не столь большой, как многие думают. Во-первых, разработчики в основном планировали эту ПТ-САУ перенести на 8 уровень и, в принципе, перенесли, опять-таки, на китайском сервере. У нас же всё-таки эту ПТ-САУ пока что вообще разработчики не планировали куда-либо переносить и как-то её возвращать. Об этом разговоров особо не было. Но они могут нам устроить и сюрприз. Хотя всё-таки я считаю, что если эта ПТ-САУ появится в виде подарка за линия фронтов, может начаться небольшой бугурт у тех, кто давным-давно был против вывода этой ПТ-САУ из ветки. Хотя, в принципе, вывод был довольно закономерный, потому что действительно эта ПТ-САУ под ветку не подходила совершенно. Следующий вариант это у нас танк Т-54Е2. Вероятность ввода награды, опять-таки, маленькая, но повыше, чем у прошлых машин. Этот танк помнят уже далеко немногие. Данный вариант танка впервые случайно засветился в патче, который был примерно 6 лет назад. Специальный видеоролик появился, и там этот танк немножечко мелькнул. Но, собственно, решили его разработчики тогда не добавлять. Видимо, сочли его не совсем подходящим вариантом. Но опять что-то похожее, что у нас есть уже в игре. Но только, скорее всего, такой барабанщик со 105-мм орудием. Тяжелый танк США, в общем-то. Не знаю, будут ли разработчики его вводить. Все-таки немножечко попахивает копипастом. Хотя, разрабы этим частенько любят баловаться. Однако, данная версия не прижилась. Впоследствии на супертест мая 2015-го вышел акционный танк 10-го уровня М48А2 Т54Е2 Т12Е36. Господи, вот это название! Это из Т10-го уровня США, акционная, в которой мы были использованы все наработки нашего Т54Е2. В версии танка 10-го уровня ушла башня Т54Е2. О чем говорят его названия. А сами модели танка с этим длинным названием и Т54Е2 были очень похожи. Но это были все же разные танки. Сейчас есть в клиенте игры и отложен дальний ящик. Вот этот вот танк с длинным названием. Но это было тогда. Сейчас, на данный момент, Т54Е2 все же имеет неплохие шансы на возвращение. Хоть и не такие большие, но все танки, которые за то время были в СД, это, считайте, создание танка с нуля. А разработчики как раз говорят о том, что делают награду за линию фронта с чистого листа. Следующий танк под названием Центурион Авра Великобритания. Девятый уровень. Вероятность ввода примерно 30%. Опять чертов британец за активности, скажете вы. Но, кто его знает, четвертый вариант самый неочевидный, так как об этом танки слышали единицы, а видели и того меньше. Известны лишь нация и левел. Светился в одном из патчей Супертеста уже как было, как более года назад. Опять же, точных татаха нет. Добавили скрытно, без каких-либо уведомлений и анонсов, и также скрытно убрали. У танка тогда даже не было иконки, что логично. Кстати, Центурион Авра представлен в соседней игре, War Thunder, как прем пятого уровня. Из основных вариантов, пожалуй, все. Более ничего, как мы уже упомянули выше. Разработчики почему-то боятся этого уровня. Боятся испортить этот переходный уровень боев. Ничего в этом страшного нет. Просто это еще одно пока что непаханное поле ребятами из Wargaming. Далее у нас Waffenträger auf E100. Прем вероятность ввода награды за линия фронта чрезвычайно небольшая. Несмотря на то, что Waffel давно лежит на 10 уровне и даже продавалась у китайцев, как прем за 1288 юаней или 11391 рубль сентябрь 2017 возвращать, нам ее никто не торопится. А жаль. Как прем на 10 левеле она хороша. ТТХ изменили специально для према 10 уровня. Да и вывели ее. Ибо имбой была. Сколько раз уже нерфить можно было. Далее. А что если ее сделать прем аукционной на 9 уровень? Звучит страшно, но почему не вариант? Ведь во всем этом главное сам возврат в Waffenträger E100. Ну ладно, пусть будет как вариант. Понятно, что звучит немного нелепо. Теперь точно все. Осталось лишь посмотреть другие танковые проекты Wargaming. Ведь танки везде практически одинаковые. В консольной версии на удивление вообще не оказалось золотых танков прем аукционных 9 уровня. Вот вообще их нет совсем. И это странно даже. World of Tanks Blitz тоже не густо, но все же есть. Ну вот везде видимо запрет на ввод танков 9 уровня. Только прокачиваемые и все-таки себе. Первым премом 9 уровня ввод Blitz стал ТТ Кампанзерк 70. Еще тогда очень бурно обсуждали. Точнее это не совсем прем. У них это называется премизированная техника. Данную машину впервые можно было получить в одном из вентов сентября 2017 года. Это был первый подобный ввод золотого танка на 9 уровень. Для награды очень годный аппарат, если смотреть на него как на кандидата. Скорее всего один из главных возможных танков в виде награды за нашу линию фронта 2019. По крайней мере среди танков на других платформах. Это кандидат номер 1. Далее в апреле 2018 появился имбовый танк АМХ-30. Первый прототип. Очень хорошо себя зарекомендовал. Отличный ТТХ был в продаже. Нам не подходит. Но ветки развития у нас уже он есть. Третьим же стал тяж К-91. Продавался впервые в мае 2018. На заметку мобильный брат вышел в 2014. А такие девятки появились только в конце 2017. Начало 2018 года. Считайте, что у нас уже представлен этот танк. Он на 10 уровне. И в конце 2018 года, 7 сентября, в продажу ушел четвертый и самый слабый из представленных танков. Выше Т-55А. В World of Tanks он уже есть. Так что снова мимо. Получается из четырех образцов мобильных танков нам для награды подошел лишь один. А на консолях вообще пусто. Ну и сейчас все-таки наиболее вероятно появление трех танков. Т-54Е-2, Центрион Авра, КПФ в ПЗ-70, извод Блиц. Но, конечно, достоверно неизвестно, какой же все-таки танк может появиться. Но у меня есть еще один собственный вариант. Я лично запомнил, что на ВГ-фесте был такой интересный танк, как Т-62М. То есть модифицированная версия. Вообще это в реальности ракетная была версия. И я почему-то все-таки считаю, что есть вероятность появления именно этого танка на девятом уровне. Сейчас, в общем-то, конечно, на берегу неизвестно, какой именно танк будет. Может быть, разработчики вообще скрывают его. И никогда вообще он не светился. И никакой информации об этом танке нет. Вообще готовят для нас что-то совершенно уникально новое. Но также стоит отметить, что, скорее всего, это не будет САУ или легкий танк. Потому что все-таки это такие специфичные классы, не для всех. А вот то, что это будет ТТ, СТ или ПТ-САУ, это очень вероятно. Даже ПТ-САУ с меньшей вероятностью. Ну и, скорее всего, это будут танки или СССР, или Германии, США, Великобритании. Ну, ибо это самые популярные нации у нас в игре, на которую, собственно, целевая аудитория чаще всего и смотрит. Какие-то другие танки, там, других наций, там, не знаю, Китая. Ну, есть, конечно, вероятность, но небольшая. Вот такую информацию я вам дал. Частичная информация взята со статьи Вотэкспресса. Признаюсь честно, частично где-то я сам что-то мог сказать. И спасибо, что досмотрели. Желаю вам удачи. Пока.